И мы продолжаем. Охрана общественного порядка в зонах отдыха и условия организации летнего отдыха детей. Стражи порядка Айртаусского района отчитались перед депутатами областного маслехата. Подробности в материале пресс-службы областного департамента внутренних дел. В Айртаусском районе 51 учебное заведение. Больше 30 из них средний школ, 12 основные, 6 начальные и 2 колледжа. Для профилактики преступлений и правонарушений полицейские регулярно проводят вблизи них рейды. За 70 текущих годов в ходе проводивших мероприятий выявлено более 129 различных бюджетных правонарушений. Из них по статье 442, часть 2, в том числе и суде касаемо принциповых правонарушений. Это распитие спиртных напитков в 16 лет и в общественных местах. Включено 8 лиц. По статье 442, часть 2, нахождение в 16 лет и начальное время без сображдения. Включено 105 за фондом представителей. Летом Айртаусская полиция работает в усиленном режиме. В основном дежурят в зонах отдыха. С начала года преступлений и правонарушений в детских оздоровительных центрах не зарегистрировано. Участие в рейдах принимают и депутаты областного масляхата. На заседании постоянной комиссии в Айртовском районе мы рассмотрели очень актуальные вопросы. Это вопросы организации летнего отдыха, вопросы работы инспекции по делам несовершеннолетних, по организации данного отдыха. И в ходе обсуждения данных вопросов выявили моменты, по которым необходима помощь. В частности, школа-интернат Айртаусская просит автобус для подвоза детей. На сегодня дети будут обучаться в образовательной школе в районе, поэтому с детского дома надо будет их подвозить. Такие выездные совещания депутатов масляхата и полицейских позволяют наладить тесное взаимодействие всех заинтересованных органов, говорят стражи порядка. Денис Севков, Прессодействие пресс-службы областного департамента внутренних дел.